О процессах распределения вакцин в мире и поставок их в Азербайджан, этих препаратов, мы поговорим с депутатом Мелли Меджлиса, парламента Азербайджана, Айденом Мирзазаде, он на прямой связи с нашей студией. Айден Алим, здравствуйте, добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Айден Алим, как вы считаете, с чем связана вот эта задержка с поставкой этих вакцин в рамках Ковакс, несмотря на то, что и президент Азербайджана говорил о том, что мы уже несколько месяцев как должны были получить вакцины в рамках этой инициативы? Ну, к сожалению, некоторые страны так считают, что если вакцинировать только свое население, можно победить коронавирус во всем мире. Это глубокое заблуждение. Дело в том, что если хоть один больной с коронавирусом останется в мире, это тоже является угрозой всему человечеству. И лучший вариант – это вакцинировать одновременно все страны мира. Но на данный момент некоторые страны, в частности, некоторые развитые страны в обход Всемирного Организации Стравоохранения стараются получить вакцин непосредственно от производителей. И поэтому-то получается, что одни страны получают вакцины больше даже, чем свое население, а другие страны, а такие в основном неразвитые и бедные страны Африки, Азии до сих пор не получают ни одной вакцины. Азербайджан получил вакцины, но недостаточно. Хотя мы в свое время внесли необходимые денежные средства в единую систему по распределению коронавирусной вакцины, но до сих пор мы не смогли получить необходимое количество вакцинов. И думаю, что двойной стандарт, даже в таком важном вопросе, как борьба с коронавирусом, еще раз показывает, что нельзя делить мир на бедных и богатых, нельзя мир делить на наш и не наш. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с такой глобальной несправедливостью. То есть, Айдем Алем, рынок вакцин тоже превратился в какие-то политические инструменты, превращается? То есть там не только уже медицина? К сожалению, это да. Хотя можно было бы ускорить производство вакцин, дав возможность производить его в третьих странах. Даже на эти вопросы есть какая-то монополия. И с другой стороны, одни страны заказали и получили несколько раз больше вакцины, чем их население, а другие страны ждут свою очередь. Например, соседняя Грузия только недавно получила первую партию вакцинов. Азербайджан по линии общей сети не получил ни одной вакцины. Я не говорю о африканских и азиатских странах, которых нет возможности. Хотя заранее была договоренность, что бедные страны получат вакцины за счет пожертвования развитых стран или же получат его по низкой цене. Но, к сожалению, ни того, ни другого нет. И ошибочно тот метод, что вакцинировать только свое население, можно победить коронавирус. И думаю, что побочное явление такой политики первым долгом ударить в самих же развитых стран. Айден Мирзазаде, спасибо большое, что присоединились к нашему прямому эфиру. Я благодарю вас. До свидания. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был депутат парламента Мили Меджлиса Азербайджана Айден Мирзазаде.